Прорыв человечества. Первая и удачная попытка покорения внеземного пространства. 12 апреля, 60 лет назад, с космодрома Байконур корабль «Восток-1» с советским космонавтом Юрием Гагариным на борту совершил выход в космическое пространство. Сенсационная новость. Человек в космосе разлетелась по всем радиостанциям. Дорогу к звездам прокладывали и наши соотечественники. Петр Климук, кстати, коллега Гагарина, Владимир Коваленок и продолжает наш современник Олег Новицкий. Сейчас он как раз находится на МКС, возглавляет 65-ю экспедицию, посвященную юбилейной годовщине полета Гагарина. О Беларуси космической Светлана Чернова. Внеземными просторами Миша Кулик интересуется уже 11 лет. Их класс в столичной второй гимназии особенный, космический. Изучает устройства летательных аппаратов, знакомится с нюансами полета и встречается с теми, кто сверху наблюдал за нашей планетой. Белорусский космонавт Олег Новицкий для школьников кумир. О нем знают не по материалам в интернете, а из личных бесед. В пятом классе он к нам приходил. И вот совсем недавно, пару лет назад, тоже была встреча, интересная беседа. Да, в принципе, к нам в гимназию очень часто приходили космонавты, поэтому опыт был. Нам будет записано поздравление прямо из космоса на наш выпускной. Поэтому мы Олегу Викторовичу желаем удачи, чтобы все получилось, чтобы все прошло хорошо. Это наш частый гость. Мы были приглашены в звездный городок, и наш класс ездили туда. Как раз в это время Олег Новицкий готовился ко второму полету в космос. И мы присутствовали, когда он сдавал этот экзамен. В качестве командира международного экипажа корабля «Союз» белорус Олег Новицкий стартовал в минувшую пятницу. Наш земляк возглавил на МКС 65-ю экспедицию, посвященную юбилейной годовщине полета Гагарина. Новицкий улетел на полгода с исследовательской миссией. С коллегами встретит функциональный лабораторный комплекс «Наука». Впервые в своей карьере выйдет в открытый космос. Трижды. Обязательный командир экипажа, прежде всего, входит в обеспечение безопасности членов экипажа, обеспечение постоянной готовности корабля, как рабочего состояния, так и состояния корабля-спасателя. Когда он уже будет пристыкован к борту станции. И, конечно, выполнение программы полета. А также руководство действиями экипажа во всех расчетных и штатных ситуациях, и также нерасчетных, основе на своей подготовке, на своих знаниях. И, естественно, вот эта вся работа выполняется только в коллективе. Третий полет символично в канун 60-й годовщины покорения внеземного пространства. Прорыв человечества совершил Юрий Гагарин. Просторы Пятого океана исследовали и наши земляки. Петр Климук, кстати, коллега Гагарина, Владимир Коваленок. Имена, которыми гордимся. И в этом же списке Олег Новицкий. Каждый старт нашего космонавта не обходится без маминой поддержки. Переживаю, конечно, очень. Очень. Но я надеюсь на знания. Те, которые получает сын в центре подготовки. На его физическую подготовку. И на подготовку в целом космическую. Внутренняя есть уверенность, что все должно пройти штатно. Весь полет должен пройти штатно. Мне остается только пожелать благословения ему Божьего. Моя поддержка как мамы. Мамина молитва очень сильная. Поэтому поддерживаем таким образом. В целом о заслугах наших в космосе есть что сказать. Белорусский космический аппарат обеспечивает необходимой информацией 11 министерств и 20 организаций в нашей стране. И делает снимки для зарубежного рынка. Второй спутник телекоммуникационный Белинтерсат-1. Предоставляет услуги связи для всего восточного полушария. И, к слову, 8 космических аппаратов на орбите летают с белорусской оптикой. Нам есть чем гордиться. Беларусь в статусе космической державы уже 9 лет. Светлана Чернова и Николай Лошкевич. Агентство теленовостей.